МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта гроза была первой, но далеко не последней. В области объявлено метеопредупреждение. В ближайшие дни обещают сильные грозы, ливни и шквалистый ветер. Или вы не ездите по этим улицам? Или вы, может быть, летаете на том служебном транспорте, на котором вас возят за наш счет? Как говорится, накипело. Кировские водители, возмущенные состоянием дорог, начали записывать обращения к чиновникам. А дорожники говорят, что для ямочного ремонта в Кирове асфальта нет. Сбил и скрылся. На улице Пугачева камера очевидца зафиксировала ДТП. Кировчане будут сидеть без горячей воды меньше, чем обычно. Тепловики пообещали, что сроки отключения сократят с 14 до 5 дней. Из хранилищ достанут шедевры, а еще покажут мастер-классы и проведут по самым интересным выставкам. Музеи и выставочные залы Кирова готовятся к ночи музеев. О событиях четверга, 17 мая, расскажет информационный канал «Город» в студии Александр Тимшин. Здравствуйте. Минувшая гроза была первой, но не последней. МЧС объявила метеопредупреждение. В Кирове обещают сильные грозы, ливни и шквалистый ветер. Первая в этом году гроза пришла в Киров еще вчера вечером. Ее сопровождал сильный дождь и шквалистый ветер. Многие горожане снимали на видео удары молнии и делились своими снимками в социальных сетях. Гроза была настолько сильной, что одна из молний попала в дом. Обошлось без пожара. Синоптики говорят, в ближайшие дни в Кирове ожидаются подобные грозы. Непогода будет сопровождаться ливнями и порывами ветра местами до 20 метров в секунду. Непогода в городе установится с 18 по 20 мая. Спасатели советуют кировчанам соблюдать все меры безопасности во время непогоды. Как говорится, накипело. Кировские водители, возмущенные состоянием дорог, начали записывать обращения к чиновникам. Каждый день в социальных сетях появляются новые фотографии и видео с разбитых участков на Октябрьском проспекте, на Московской, с Чернышевского, с Тахановской. Например, на улице Производственной водители стоят в пробках именно из-за ям. Народный список самых плохих дорог длинный, и его можно продолжать долго. Последнее видеообращение с улицы Преображенской набрало несколько тысяч просмотров. Тема, конечно, наверное, уже набившая оскумину, но все же. Вот эти вот ямы на Энгельсе, около городского ГАИ, они появились, наверное, не вчера и не позавчера. И даже не в прошлом году. Не помню, чтобы здесь люди боком заходили в этот поворот, дрифтуя. Такого не было никогда. После этого автор видео обращается почему-то к бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову и спрашивает о том, как чиновники на своих машинах передвигаются по городу в таких условиях. Или вы не ездите по этим улицам? Или вы, может быть, летаете на том служебном транспорте, на котором вас возят за наш счет? К слову, в списке капремонта на 2018 год этого участка Преображенской нет. Возможно, он попадет хотя бы в ямочный ремонт, но это, как говорится, не точно. Оказалось, что сейчас в Кирове асфальта для ямочного ремонта попросту нет. Об этом на заседании группы контроля за ремонтом дорог общественной палаты заявил руководитель дирекции дорожного хозяйства. Так как финансируется ямочный ремонт из местного бюджета, денег на него выделено немного, и сейчас есть возможность только забрасывать ямы щебнем. Чуть позже, когда после капремонта появится асфальтовая крошка, латать дыры будут ей. Но пока ее в городе мало. Сейчас капитальный ремонт идет на семи улицах. Сегодня стало известно, что подрядчики в условиях хорошей погоды планируют работать с опережением графика. Кировчане жалуются на путевки в детсады не по месту жительства. В городе появятся новые светофоры, а подпольные продукты продолжают уничтожать тоннами. Подробнее об этом и другом в рубрике «Короткой строкой». Кировчане жалуются на выдачу мест в детские сады не по месту жительства. Сейчас путевки получают дети, родившиеся с 2011 по 2014 год. В тот период был рост рождаемости и строительства жилья. Однако не во всех микрорайонах города детские сады стали работать. В департаменте образования пояснили, что детей распределяют по тем детсадам, где еще есть места. Напомним, что в этом году шесть дошкольных учреждений появятся в Чистых прудах, Урванцево, Озерках и в Нововятском районе. В Кирове на 23 участках улиц установят новые светофоры и светильники. Они появятся на самых аварийных дорогах, например, на Октябрьском проспекте и на Московской. Помимо светофоров, на аварийных дорогах установят пешеходные ограждения и светоотражающие знаки «Пешеходный переход». С начала года в области уничтожили 55 партий овощей и фруктов. На продукты не было документов и маркировки. Кроме того, Роспотребнадзор проверил 140 проб овощей и фруктов на санитарно-химические показатели. В двух пробах обнаружили превышение содержания нитратов. В Кировском гидромедцентре снова сменился руководитель. Исполняющей обязанности начальника стала Людмила Волкова. До нее в рио-директора была Валентина Задворных. Напомним, что Марат Френкель занимал должность начальника Кировского гидромедцентра на протяжении 45 лет. Он скончался в марте этого года. В области пройдет акция по подсчету соловьев. Для этого нужно найти место, где поют соловьи, посчитать их и занести информацию на сайт «Соловьиные вечера». Мероприятие помогает собрать данные о численности соловьев и проверить уровень экологии в области. Акция пройдет 26 и 27 мая. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Сбил пешехода и скрылся. На перекрестке улиц Красин и Пугачева водитель «Жигулей» устроил ДТП. Подробности этого и других происшествий в рубрике «Место происшествия». Материал имеет возрастное ограничение 12+. На улице Пугачева «Лихач» за рулем «Жигулей» сбил пешехода. Автор видео решил дать пострадавшему свой номер телефона, чтобы помочь найти виновника ДТП. За скрытие с места аварии водителю классики грозит лишение прав. На улице Хлыновской загорелся нежилой деревянный дом. Столб черного дыма был виден из разных районов города. Возгорание произошло днем 16 мая. Огонь перекинулся на гараж, в котором стоял УАЗ. Гараж и машина сгорели. Пострадавших нет. Причина пожара и сумма ущерба устанавливаются. Однако местные жители говорят, что деревяшку подожгли намеренно, чтобы освободить территорию под застройку. В Кирове осудили криминального модника, укравшего сумку из бутика на улице Ленина. После проделанной работы он пожал руку манекену на прощание, оставив отпечатки пальцев. Полиции не составило труда найти жулика. По результатам рассмотрения уголовного дела, суд согласился с мнением государственного объединителя о доказанности вины осужденного. И в связи с тем, что он ранее был судим за умышленные преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу. Кировчане будут сидеть без горячей воды меньше, чем обычно. Тепловики пообещали, что сроки отключения на прессовку сократят с 14 до 5 дней. Но при этом, кроме ремонта прорывов после гидравлических испытаний, планируют заменить на несколько километров больше теплосетей, чем в прошлом году. Поэтому некоторые районы, как и в прошлом году, могут остаться без горячей воды до осени. В этом году для гидравлических испытаний Киров поделили на 345 секторов. В каждом отдельно будут проводить опрессовку сетей и устранять дефекты, если они возникнут. Раньше на гидравлические испытания тратили около двух недель или больше. Но теперь сроки хотят сократить до пяти дней. В КТК, говорят, будут делать это за счет быстрой работы. Кроме того, у теплоэнергетиков в планах на лето капитальный ремонт труб. В этом году сетей хотят заменить на несколько километров больше, чем в прошлом. В этом же году мы запланировали по программе техпервижения и реконструкции перекладку 15 километров трубопроводов тепловых сетей по городу Кирова. В том году эта цифра по программе техпервижения и реконструкции равнялась 11 километров. Графика реконструкции теплосетей на этот год пока нет. Стоит сказать, что из-за замены теплосетей в 2017-м некоторые кировчане сидели без горячей воды до осени. Что касается гидравлических испытаний, то они уже начались. До 20 мая воды не будет в домах на улице Воровского, Менделеева, Московской, Производственной, на проспекте Строителей и на Северосадовой. Накануне испытания стартовали в домах по улице Ленина в микрорайоне Южный. Из хранилищ достанут шедевры, а еще покажут мастер-классы и проведут по самым интересным выставкам. Музеи и выставочные залы Кирова готовятся к ночи музеев. В этом году ее посвятят эксклюзивным экспонатам. Акция «Ночь музеев» пройдет уже в 12-й раз. В Кирове в ней будут участвовать около 15 выставочных площадок, как муниципальных, так и частных. Шедевры запасников – именно такое название организаторы дали акции в этом году. Каждая выставочная площадка достанет из своих хранилищ самые интересные экспонаты. Стоит задача разнообразить музейные формы работы от простого показа. И как вы сегодня видите, настолько разнообразная и просто роскошная афиша ночи музеев, что каждый может найти не только возможность посетить музей, а я хочу все-таки отметить, что в большинстве приходящих хотят именно прикоснуться к тем экспозициям, к тем шедеврам, которые хранят наши музеи. Акция начнется в 5 вечера на пешеходной зоне улицы Спаской. Там пройдут уличные гуляния, кировчане смогут посмотреть мастер-классы, а в Краеведческом музее состоится открытый микрофон, где каждый сможет прочитать стихи любимых поэтов. Музей Воснецовых удивит посетителей колокольным звоном и горячим кофе на входе. Выставочные площадки работать до утра не будут. Музеи будут открыты максимум до полуночи. Акция пройдет в субботу, 19 мая. Таким был этот четверг, 17 мая. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по нашему новому телефону 470706. Также, если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». Новости там появляются гораздо раньше телевизионного выпуска. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин